Не раз уже приходилось думать, говорить, участвовать. На моей практике это членство в КПРФ, инициативная группа по созданию горкома в Родфронте. Безусловно, антифашистский штаб, который когда-то объединил во время начала украинских событий 35 организаций и взаимодействие с этими 35 организациями. Все это привело к тому, что скопился огромный опыт понимания основных проблем, которые происходят. Левое я не очень люблю, но коммунистическое, левое социалистическое движение. Суть его заключается в том, что фактически перед нами инструменты, если партию подразумевать как инструмент, инструменты, существующие по законам, как будто у нас сохраняется Советский Союз. Это территориальное членение, которое навязано, безусловно, Конституцией. Это выстраивание той самой работы, которая фактически подразумевает, как будто профсоюз у нас в ВЦСПС, а не коммунистические партии. А коммунистическая партия, по большому счету, это партия взятия власти для пролетариата. Соответственно, и сама структура этой партии подразумевает с собой другие формы, чем она существует. Возникает вопрос, почему, условно говоря, к самым простым вещам, к которым мы привыкли, что любая серьезная левая коммунистическая структура, которая когда-либо чего-то добивалась, она имела два крыла. Легальное и нелегальное. Это совершенно очевидно. Причем иногда легальное просто исчезало, потому что, условно говоря, начинались гонения. И сохранялось только нелегальное. Почему у нас есть только легальное крыло? Никаких нелегальных крыльев, безусловно, не существует. И фактически они выполняют ту же самую функцию, что и Единая Россия. Только одни левые структуры мечтают стать на место КПРФ, а другие в виде КПРФ или приближенные к власти, условно говоря, какие-нибудь коммунисты России или социал-демократы, они фактически встраиваются, являются альтернативой той же самой Единой России по тактике, по повестке и по программам. Они могут высказывать свои позиции, могут не высказывать свои позиции, голосовать так или иначе. Иногда вступать в сговоры. Но, по большому счету, по форме и по содержанию, они не являются ни коммунистическими партиями, и, безусловно, не выражают интересы тех самых трудящихся. Кто-то скажет, так мы и не видим этих демонстраций, мы не видим этих забастовок, мы не видим того, что мы видели в 1905-17 году. Ну, во-первых, это не совсем так. Конечно, такой волны нет, но она была, и была не раз. Все помнят, когда монетизация льгот была, народ выходил, и кто-то оживлялся. Но все равно какие-то структуры, были забастовки на салюте, были в конце концов в Московской области забастовки железнодорожников. Кто сейчас об этом вспоминает? Где тот самый позитивный опыт, проанализированный? То есть, складывается впечатление, что эти структуры фактически мечтают быть вписаны в общеполитическую систему буржуазной России. И выполняют, по большому счету, на разные лады социал-демократические цели и задачи. Хотя они могут себя называть сталинистскими, могут себя называть какими угодно. То есть, по большому счету, эти партии, если мы читаем Маркса, Ленина, это не партии взятия власти для трудящихся. Это партии, фактически существующие в соответствии с Конституцией. Даже если они не зарегистрированы, они все равно выстраиваются. Это территориальные ячейки, это первые секретари, это периодические встречи для того, чтобы обсудить очередные новости с телевидения. И происходит постоянное выхолощивание. Выхолощивание тех молодых, тех борзых, тех, которые только что-то прочли и пришли что-то делать. Но ладно, это происходило бы в КПРФ, но это происходит во всех организациях. Когда-то крупнейшая РКРП, а она была куда крупнее, чем КПРФ в начале 90-х, она сдулась до состояния маргинальной структуры, исчисляемой буквально какими-то сотнями людей в России. И в общественном сознании есть отдельно коммунизм, социализм, советское прошлое, блогеры, всяческие публицисты. И есть вот заштатные коммунисты, которые фактически ходят, ну как вот в церковь, вот они ходят в своей структуре, и там выполняют некую миссию. Выслушать доклад первого секретаря, посидеть, и на этом все кончается. То есть перед нами не просто кризис. Это, ну я в свое время снял ролик фрик-шоу левого движения. Действительно, это реконструкторы коммунистического прошлого. Вот есть реконструкторы, которые надеются на себя одевают доспехи и носятся там и восстанавливают 12 век. А левое современное движение, это фактически, ну это реконструкторы в основном, выйти там как по очередному мероприятию. Но как только мы сталкиваемся с социальным напряжением, оказывается, что ни кадрового состава, ни инструмента взаимодействия с этим протестным движением, любым рабочим, там дольщиками, неважно кем, дальнобойщиками, ни инструмента, ни кадрового состава, ни умения, ни навыка, ни возможности наладить элементарно обратную связь. Ничего этого нет. А нет, как я уже сказал, именно потому, что сама структура существующих левых движений на сегодняшний день обречена. Они фактически на сегодняшний день мертворожденными уже стали. Но это только часть беды. Есть КПРФ, которая, безусловно, очень крупная, очень сильная. Но если кто не помнит и не знает, то целые горкомы, знаете, во время Сталина такого не было, целые горкомы распускались в 2009, 2010, 2011 годах. Почему? Ну, потому что на волне определенной активизации и понимания вот кризиса 2008 года в партию КПРФ пошло очень много людей. Очень много людей. Разных, боевитых, интересующихся. Появились более-менее думающие первые секретари. Ну, такие, как УЛОС, допустим, московского горкома, руководитель. Так зачистили целые горкомы. Очевидно, что в рамках КПРФ мы просто имеем структуру, вписанную в систему, которая фактически ведет слив левого движения в той или иной форме. И когда в рамках них, ну, потому что люди туда идут, не все же разобрались с самого начала, и когда люди туда только начинают идти и думают, что, ну, вот красные знамена, вот же люди говорят Ленин-Сталин, вот они вроде бы правильное голосование проводят в Думе, они только начинают делать какие-то шаги сверху, ревизионная комиссия начинает наносить удары. Удары с такой степени, что, как я уже сказал, распустились крупнейшие, самые боевые горкомы КПРФ. То есть у нас есть две причины. Первая, сами структуры и сама тактика, ну, фактически это советские люди, которые оказались совершенно в другой стране, которые мыслят, что в принципе страна все еще та же. Это много пожилых, разумеется. Молодые, которые приходят, они тут же вступают в сектантские какие-то борьбы между другими такими же молодыми, которые вступили в другую партию. И это занимает у них львиную долю времени. То есть фактически воевать друг с другом. Ну, там, вы плохие, мы плохие, вы троцкисты, мы сталинисты, там, вы там, не-не-не, кто угодно. А в КПРФ система более жесткая. КПРФ просто для начала, после 93-го года, создавалась как структура, которая должна была отжать значительное членство ОРК РП, тогда еще боевой, которая, ну, и потеряла первые свои боевые потери при защите Белого дома. То есть сам генезис ее отчасти такой. Но это не важно. Важно, что и руководство в значительной степени, их все устраивает. Их устраивает та структура, то положение, когда они... Ну, даже вот на этих выборах Грудинина просто было видно, как в целых регионах был саботаж со стороны руководства некоторых областей КПРФ. Просто саботаж самого процесса. Там не раздавались листовки. Ну, элементарные вещи они делались, что делаются при избирательной кампании. Отдельная тема эти левые партии. Они просто фактически будут делать все то, ну, исходя из абстрактных идей. То есть мы просто не участвуем в буржуазных выборах. Это отдельная тема, детская болезнь левизны. Ну, хорошо, вы объявляете бойкот, но вы имеете инструмент для этого бойкота? Инструмент мы не имеем. Тогда в чем смысл вашего бойкота? Фактически это просто декларация, ничего более. То есть перед нами вот именно вот это вот состояние декларативности, лозунговости, сговора, вот эта сложная смесь. И, конечно, вот забронзовевшей вот этой вот мы знаем истину, никто не знает, нас не понимает, страна не та, мы в реакции находимся. Поэтому надо просто сохранять свои ряды. При этом совершенно понятно, что если организм не работает, не живет, он умирает. Закон термодинамики, энтропийные процессы в закрытой системе начинают вести к хаосу. И просто идет размывание вот этих самых организаций. КПРФ давно потеряла свою численность. Если в 2008-2009 году это было 150 тысяч, человек сейчас там изменяется десятками тысяч. То есть идет размывание. В определенной степени молодежь левее, левее, а политические структуры, созданные в 90-е, они фактически существуют на другой планете. И связь эту установить очень трудно. Она практически не получается. Потому что вы попадаете всегда в секту, если она маленькая. Или вы попадаете в административную структуру, которая встроена в систему взаимодействия с властью, у которой своя игра. И это все понимают. Конечно, те, кто ангажированы на зарплатах, на том, они этого как бы не понимают и как бы об этом не говорят. Но все прекрасно все понимают, что происходит. Секты или административная структура. Вот, по большому счету, что такое левое движение, если мы говорим об организациях. Но совсем другое дело – это рядовые, лизовые активисты, которые объединяются вокруг, ну, в интернете или что. Но так как они не имеют точку притяжения, то это просто мнение в интернете. Оно может быть больше, может быть меньше. Иногда они сходятся в какие-то группы, вокруг какого-нибудь проекта, о чем я говорил, там Семин, там уже вокруг Гоблина, или вокруг Семина, или вокруг Кургиняна. Они сходятся, ищут, думают, вот сейчас оно наступит, вот это вот. Ну, как было с сутью времени. Вот сейчас будет взрыв. Вот сейчас, наконец-таки, мы почувствовали, что мы есть власть. Мы тут решаем сами. Но как только это наступает, с Кургиняном все было очень быстро и красиво. То есть, фактически, свернуты были все низовые инициативы этой сути времени. Перед нами не просто кризис, фактически агония левого движения, на фоне того, что значительная часть сейчас все более и более левеет. Ну, значительно, сколько она значительная, это отдельная тема. Многим кажется, что она очень сильно большая. Ну, на эту тему можно тоже поспорить. Но большое количество людей, кто раньше были, там, ну, я не знаю, там, демократами, патриотами или прочими, они уже становятся лево-патриотами, лево-демократические взгляды у них. То есть, тренд этот есть, но он не так значительен, как кажется. Потому что, если никто не поднимает знамя, если нет человека, который говорит, есть такая партия, то фактически все эти эмоции, настроения, ощущения кончаются только одним. Человек давится. Ну, поговорил я в интернете. Ну, написал я сотню комментариев. Дальше что? А дальше пустота. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...